Формадол. Таблетки от головного боли. До 100 тысяч жизней женщин, которых обвиняли в колдовце и называли ведьмами. И происходило это не только в Западной Европе. В Украине за колдовство тоже жестоко наказывали. Самое громкое колдовское дело произошло в Украине в 1666 году. Обратите внимание на цифру. Три шестерки. Тогда это было дело с участием гетьмана Ивана Брюховецкого. Он обвинил ведьм в том, что они украли ребенка из утробы его супруги Дарьи. И тогда казнили шестерых женщин. Ведьмы были и в украинском фольклоре, и в гоголевских сказках, но это скорее мистические персонажи. При этом в каждом селе были реальные люди, связанные с потусторонними силами. Их боялись, их могли обходить стороной, но при этом к ним все равно ходили за советом, за помощью или для того, чтобы попросить вылечения. Дмитрию удалось найти такого необычного человека, который, как здесь верят, обладает необъяснимыми способностями. И мы отправляемся вот в ту соседнюю хату, где нас с вами просто ждет волшебство, друзья, без преувеличения. Вот это одна из самых известных в Альфарах в Карпатах, которая, я надеюсь, поможет нам разобраться глубже в этой теме. Доброго дня! Доброго дня вам! Как вас звати? Мария. Мария, дуже приемно. Вы та самая мальфарка ведома? Так. Можно до вас? Можно. Боже, какие виды открываются со двора. Почему именно в Карпатах рождаются мальфары? В природе, без Бога. Это сама мать и без Бога, это будет такому родимому, что это может володить. Потому что будь, что это володить и не будет. В каком возрасте вы узнали, что вы мальфар? Где-то в 16-17 годах. Я никому это не рассказываю, что я утопилась. И уже мало себя утопить, и помолилась Богу, и так я налетела от меня к Ангеле, что она налетела, и меня выбрали из води, и запитали, что ты хочешь знать. Я хочу, чтобы я была очень разумна. Согласно легендам, мальфары – это посредники между нашим и потусторонним миром. Говорят, что действительно сильные мальфары могут подчинять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, узнавать то, что скрыто от глаз и понимания обычных людей. Многие местные говорят, что Мария – белый маг и может творить добро, лечить людей, привлекать успех и видеть будущее. Я думаю, то, что мы увидим, нас очень впечатлит. Я уверен в этом. Я бы слава делала каву по-своему. Давайте по-своему. И сметану. Никогда не пробовал. Давайте. Вкусно тоже кава. Доброго дня. Доброго дня вам. Как вас звати? Дмитро. Дмитро. Это ваш человек? Так. 81 год. Дуже гарно выглядит. Да. Ваша женка – наивидомиша мольфарка в Карпатах. Вам колдует что-нибудь такое? Тебе придумал, а я ведь молодью. Молодших там. Муж выжигает молодого по всему году. Не, ну вы выглядите хорошо. Ой, дякую. А ну, как же, правда, что вам понравилось сметану? Действительно особенный вкус, как, знаете, кофе со сливками, а со сметаной немножко более такой жирный, наваристый вкус получается. Да. Вы одна из последних мольфарок здесь. Так, нема тут больше. Вот 50 кроков этим занимаюсь. Белая магия, есть черная магия. То есть мольфар может творить добро, может творить зло. Оце черное, то творит зло, а это недобро. Я це не знаю, бо це є великим грехом. Был такой человек, мольфар, что робил у всяких людям лехо, то три даби помирал. Вот, например, я сделала вам зло. Я муж, або захворите-то умерте, або у меня внука, або сына, або дочка. Номер, пройти, негодяй. У меня были перед выборами три депутати. Щаси высыпало на воску, и так позвонили, и все так было. Девувались. То есть это гадание при помощи воска, да? Так, так, так. Гадание на воске – очень древняя магическая практика. Считается, что вода не может врать. И если провести ритуал правильно, то с помощью воска вода покажет всю правду – прошлое, настоящее и будущее. Есть у нас виск, я даю в одну церкву. Пит маю отправить на воску сорок службей. У трех церквах, так. Щаси высыпало спередцао негоня. Ни сховатись, ни втечи, а без одязких кроків муси се сповниться. У вас как раз подкрадается хвороба. А ви нічого не чуєте. Чуєте се, дужи, здорово, хоро. А на воску высыпало се. А я кажу, поїдьте до лекарів, проверьтеся. Пошли, проверьтеся – це дійсно, що є. Воск – це надежно. Откуда цей метод? А, була коржинка. Семь раків я учила мене. Кожну резку треба знати, що там все висыпало. А ви берете за прием денежку? Виск я сдаваю – 400 гривень. Я дорого не беру. Нам в музее просто сказали, что если Мальфар берет деньги, то можно ставить под сомнение, что он Мальфар, потому что Мальфар не берет деньги. Это правда, не правда? Я не знаю, це неправда. Я нічого не скрываю. Оце я так дорого не беру. Оце, що вам кажу. Ще долгий май, у мене встанна дочка померла в 17 років. Так соборали два роки за життя, щоб були такі часи вірте, бо ні, що цукру не було, хай чай засолодеться. Ви, як Мальфарка, не могли помочь своїм близьким з болезнєю, в плане здоров'я, ще в якому плане? Любви, карьері, семі? Так, так. Оце все вискою кажу. Этот метод гадання навозки, он рожден в Карпатах? Це від працюю, це, Бог знає, бо коли були люди усіхі, які усіхі, усіляки знали. Тепер, мол, йдеш, нічого не знаю. Наприклад, не гоню ви бути Мальфара. Я не можу? Ні. Це ви посмотріли на мене і зрозуміли? Та? Чому? Просто интересно. Та що не гоню. Я сказав, що це свіття не гоню. Харшо. Що ще по моєму лицю видно? Що про мене ще можна сказати? Ну, це вже б я виск знала, то я вам зараз скажу. Можна, да? Да. Щас можна? Щас. Так, йду я вняти виск, класть і гріти. Електроплітка, а газу немає? Немає, в нас газу немає. Це газ дорогий. Ого. Топити дровами? Дровами, тільки дровами. В той комнате печь здесь, вижу, така традиційна, друзі, карпатська печь. А воск должен закипеть прямо, да? Так. Щоб бульки пошли. Так, так, лиски. Переду я рифтувати бутілочку воду. Треба мати свою воду. У мене є просто обычна минеральна вода. Ну, то це ні. Та вода мені привозить з пачаів по 50 литрів, як їдуть у пачаів. Тепер можемо собою мисейся. Значи сам мисейся, бо і любові, волі, твоє світа. Якою ми вставляємо до них помнажування, в один раз в шагі не збаваю за собою каванню. Бері таборечок туда. Господи, як тут интересно і красиво. К ритуалу все готово. Як вас звати? Дима. 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 Дмитро. Хрещеный, да. Дима. 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 Легенды говорят, что главное оружие Мальфара – его слово. Оно вкладывает особую силу веры, мысли и духа в заговоры, которые и творят магию. С помощью разных заговоров Мальфар может вызвать бурю или, наоборот, отвезти ее. Может вызвать или отогнать от человека болезни и неудачи. Может исцелить, а может и убить. Слабости, что они потребны для его жития, задараю и посылаю на деревьях и поля, где корень долетает, где хомутень добивает, в этом метрах расчарно исчезает, пропадает. Мария произносит особые слова и выливает горячий воск в святую воду над головой Дмитрия. После того, как воск затвердеет, ритуал заканчивается. Во время каждого ритуала воск приобретает уникальную форму, которая не может повториться дважды. Именно форма воска и рисунки на нем якобы показывают Мальфару прошлое и будущее. Считается, что по воску Мальфар может видеть всю жизнь и судьбу человека. О, это тут все показывает. Вы в паре? Да, у меня есть жена. Будете мать двое детей, два бабушки с хлопцем. Опа, а девочку можно одну? Ну, не бачу тут. Дивите сами. Матья очень много работа, много путешествия, матья очень много. Вик ваш колеса, меня на свете не будет. Дайте, что эта баба в красниках показала. Матья життя очень, очень глубокая старость. Серед двоих, кажется, будет такая, как по жизни помеха. Такая, что будет трошки. Вы так далее пойдете добре, далее добре, по жизни пойдете добре. Женка у вас хорошая, мы живем, поки что, любовь. А почему поки что? Ну, то теперь, ну, не, будет и надалее. Но я говорю, что девицы, беде никакой нет. Женка здесь очень на прачу и на работе. Да, она моя коллега, она журналистка. Она тоже имеет хорошие гроши, но у вас больше. Бывается, грошовая резко, богато дольше. У меня и меньше грошей. А тут как вот линии жизни на руке, тут так же линии денег, линии судьбы. Ну, тут так, все, понимаете, хвороба никакого у вас и не высыпала. По работе вам дуже гарно пойдет. Ту работу вы уже не поменяли. А когда я стану очень богатым? Да я вам показываю, что вы уже не бедны. А когда я стану миллионером? Ну, это не бачу тут я, боюсь, а не бачу. Миллионером не стану, нет? Станете, а если можно не дурать так скоренько. Что тут бачу, вот что вам. Дивите, сами, сами бачите. А можно посмотреть? Ну, можно, дивите. Вот, для меня это... Дуже гарно высыпался, так что дуже радуйтесь, дуже гарно высыпался, высыпался. Сглаз есть какой-то? На случай сглаза у Марии есть особый защитный ритуал. Она согласилась показать Дмитрию мастер-класс, как его правильно использовать. Есть такая минута, что на вас все подивили, наврочили, вам сразу станет зле, рвота, голова забудет. Так что и загинуть и можно. Приходит плохой гость, нужно... Уперед до леча, вот так, укрес. И кей гисть, такий кулач. И кей свежий, так кей свежий, так кей свежий даёт. Вид кейс пришло, туда, чтобы идти. Три раза. То где вы все сделали, то где по три раза плюнуть. Через левое? Не мое значение, куда-нибудь. То где один раз, чтобы вам раздеться, как мать на свете народила. Та и стати в тазика, как бы ту мельницу, что в вечер у Котова есть, что мы их ноги лягаем спать. Кажете, я ведь себе Дмитра Хрещеного, уси беды, клопоти, гризоти, слабости, что не потребна для моего життя, из себя зливаю гет. А добро, бы я был очень здоров, бы мне дружина очень здоров, бы мне работа ишла мирно, бы мне дороги были благополучны, бы мне батьки жили, запроваджуй. Сказали себе, что это очень дорого, вы не поверите, что это стоит. Высыпали воду на голову. Вода вам истекла в эту мельницу. Теперь вы в этой мельнице назад, в этот черепок высыпаете, одели, пошли на дверь текать, без меня Дмитра Хрещеного, не забывайте Каті. Счезай, пропадай, в улице все тримай, и зайдите в хату, без сеней глядати. На тебя бачите, что вам не выглядят, что за вами, а что шутят, або кличут, чтобы я не гляну. И побачите, дороги вам будут благополучны, работа будет благополучна. Потому что вы не знаете, что это ценит и что это стоит. Теперь иду я высыпать эту воду. Эта водичка чистенько, чтобы вы кушали, и женце давайте, и батькам, потому что это очень дорогая вода. Даю вам справу и руки, желаю вам здоровья, счастья, чтобы вам батьки жили, чтобы вам дружина хорошо, чтобы вам работа хорошо шла. Нужно честно признать, что часть информации, которую Мальфарка сходу рассказала о Диме, было бы очень сложно просто угадать. До этой встречи Мария не знала, кто он и кем работает. Все выглядело так, будто она действительно прочитала эту повозку. Как вас зовут? Дима, Дима. Чтобы все могли понять, действительно ли у Марии есть особые способности, Дмитрий попросил рассказать о ближайшем будущем Украины. Скоро мы сами сможем проверить ее предсказания. Дима, за этим президентом очень кто-то следует, что может, если бы не кому ему сказать, я бы решил, что бы побить его, чтобы понищить. Он в опасности? Опасно. Это вы про Зеленского? Так. Свою каденцию не добудет. Нет? Не захочет? Да. Он сам идет. Но это такое, что... Смотрите. Хорошо. Он плохой человек. Но он не может выполнять свои... Вот это, что он должен выполнять, и смотрите. Вот это, что он обещал, и тут гладкое поле, чтобы не было этих дрибов. То это хорошо. А это все, что он обещал, ничего не выполняет. Это не страшно. Но на него очень зло есть. От других. Так, чтобы он злил виск, чтобы все ему вышло. Я бы хотела Зеленского побачить и тут, и дать ему пораду. Пригласите его. Володимир Александрович Зеленский, я вертаюсь и до вас. Мольфарка Свелиньев Мария Петривна. Можете до меня звернутись и злить и виск. И все, я вам расскажу про вашу работу, про ваше життя, про все ваше будущее. Я думаю, он найдет ваш номер телефона. Если что, Владимир Александрович, я дам номер телефона, если будет желание приехать. Вы бы удивились, если бы позвонил Зеленскому? Да. Когда будут выборы, шкода его трошки, и будут теперь выборы, мне трохи програют. Команда Зеленского проиграет? Програю. А какая команда придет следующая? Старая придет. А каким вы видите выход для Украины, чтобы наша судьба резко изменилась и чтобы стремительно все пошло вверх? И экономика, и жизнь каждого человека самое главное? Так, так. Что нужно для этого? Нужно, когда женка видит, а то где все так будет? Вы намекаете на Тимошенко? Нет, я не знаю. Тут у меня первая шужинка, а это Тимошенко, что я не могу так сказать. Если посмотреть на воск, и если верить в то, что действительно это идеальная правда, когда в Украине, через сколько лет настанут времена, что люди будут жить в достатке, все будут счастливы, и не будет войны, будет мир, добро и позитив. Когда? В каком году? Ну, это может быть за 3-4 года. Кстати, что очень интересно, я был у предсказателей в Индии и в Китае. 10 лет назад в Индии мне сказали, что до 2020 года будет очень тяжелая ситуация, а с 2021 будет лучше. Сейчас Украина идет врагу. Это тень планет, которая влияет на все процессы. Нужно дождаться окончания этого периода, и все будет хорошо. В Китае предсказатель сказал, что улучшения пойдут с 2021 года. Будут проблемы именно в 2020 году, колебания в экономике, но не слишком сильные. 2021 год будет получше. Он тоже будет сложным, но слишком больших потрясений не будет. Даты, которые Дмитрию называли предсказатели в других странах, немного отличаются от тех, что говорит Мария. Хочется верить только в одно, чтобы мы стали самой счастливой нации на планете. Да. Когда вас не станет, пусть это будет как можно позже. Вы передали кому-то знания у них? Не порадал, потому что никто не хочет научиться. Мать говорит, что Бог дарит мне, чтобы я могла порадать. Одна из причин, почему мальфары в Карпатах постепенно исчезают, это отсутствие учеников. Чтобы стать настоящим мальфаром, одного желания недостаточно. Человек должен иметь дар от природы, и только тогда он сможет овладеть силой горных магов. Но Мария поделилась с нами рецептом оберега, который может сделать любой, даже без особых способностей. У меня есть пасха. Оберег. Например, когда вы едете в автобусе, автобусы перекидает, людей побило, а у вас нет. Вы обнимаете эту пасху, если она у вас есть с вами. А как вы делаете эту пасху? Это было на пятницу в Великой Днепече, на Великденье светите. И так делали кровью, светите одну и ту самую пасху. Девять лет, одна пасху? Девять лет. Это где всю пасху на куске? Разделили по 50 гривен. А можете показать? В каком году вы испекли ее? Ну, это уже где-то с одиннадцатых годом. Ее нельзя уже есть, ее нужно завернуть. Уже эти кусочки выметить. Дуже-дуже потертен, таймак. И в машине попроскать. Дуже добрый. Я хочу у вас купить несколько кусочков. 300 гривен. Кто-то может верить, кто-то может не верить. Но я возьму и, по крайней мере, я точно знаю, что помогу... Побачить, а что будете довольны. Побачить. 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 Побачить.